В этом видео нам предстоит стать полицейскими и выполнять их работу! Какие способности мы получим и сможем ли мы остановить всех бандитов? Давайте проверим, ну а мы начинаем! Наконец-таки моя морковка выросла, господи! Скрэчч, скрэчч, скрэчч! Ты видел, что там появилось? Ты видел, что появилось у нас? Древнили! Чё? А, подожди, это чё за странный голем? Дай морковку, дай морковку, дай морковку, дай морковку! Ну на, на! Спасибо, на печенюшек! О, спасибо! Что появилось в деревне? Подожди, чё это за странные големы там? Это, походу, полицаи появились! Ты посмотри, это полицейские големы, прикинь! Я раньше такого не видела, походу, только сегодня к нам заехали! Полицейские големы? Подожди, шериф, полицейские, это кто такие? Я вас не звал! Шериф? Может, с ним поговорить нужно? Смотри, у него какой-то крафт есть! Может быть, если мы его скрафтим, мы станем бабочками? О, подожди! Здравствуйте, в нашей деревне не хватает полицейских, поэтому на жители регулярно нападают бандиты! Не хотите пополнить наши ряды? Давай, у меня без рот был, вот и хорошо! Всё, попёрз крыльчик, пойдём добывать морковку, я знаю, ты это любишь, пойдём! Да подожди, Фласка, это наш шанс стать полицейскими! А вдруг нам дадут какую-нибудь патрульную машину или чё-нибудь по типу этого? Если нам дадут крылышки и мы станем феечками Винкс, я только за! Давайте, давайте, конечно, хотим! Какими феечками? Ладно, отлично! Тогда для начала вам нужно скрафтить полицейскую звезду! Её крафт вы можете найти позади меня! Эээ, так всё-таки это полицейская звезда, а не крылья бабочки? Да какие крысь? Чего ты взяла, что это крылья бабочки? Ну потому что, смотри, красный краситель и синий краситель! Мне кажется, это как будто полицейская мигалка! Так это чё, дядя, будет мигалка? Погодите, вы нам сразу тачку хотите дать? Я не знаю, чё это такое! Ладно, нам нужно скрафтить эту штуку и по логике мы станем с тобой полицейскими! Хорошо, значит нам нужно найти два красителя и три железа... Эээ, четыре, четыре... У меня нет железа с крэччей! Так, подожди, это восемь желез на двоих, два красных красителя и два синих, это лазурит! Погоди, это на двоих надо всё делать? Я думала, одного значка хватит! Нет, да ты чё, каждому по полицейскому значку, мы же с тобой оба будем полицейскими! Ну да, логично, но я в принципе могла бы быть просто подругой полицейского, но да ладно, хорошо, я тебе помогу... Зачем ты ломаешь себя? Ну, а нам еда не нужна, по-твоему? У меня есть печеньки бабушки! А, ну, тоже верно... Так, ну слушай, в принципе, крафт этого полицейского значка довольно-таки простой, нужно, получается, два красителя, два лазурита и восемь железа! Да, только я даже ни одного цветка не вижу, вообще ни одного! Я вижу цветок, вон он цветок, так подожди, там какой-то злой дядька! Может быть, туда лучше не пойдём, скрэчч? Давай лучше не будем ходить, всё-таки мы с тобой не полицейские, чтобы разбираться с какими-то бандитами! Ну да, чё-то он какой-то, это, мутный тип, не, нужно сначала по-любому стать полицейскими! Ласка, вижу цветочки! Где цветочки? О, я вижу красный краситель, а где нам ноги синие-то? Нам чё, лазурит надо будет найти? Так это нужна железная кирка, а у меня только каменная! Так, в смысле, лазурит каменной киркой добывается! Так, Флосочка, на тебе, держи, два красителя, всё, балдёжненько, только нам нужно факел какой-нибудь, а то темно как-то! Давай вначале найдём шахту, а там с тобой разберёмся! Всё, в общем, отправляемся в шахту! Флосочка, дай факел пош... О, спасибо! Всё, для тебя не жалко! Так, теперь, что нам надо? О, уголёчек я нашёл! Флоска, беги! Помоги! Где? Где? Флоска, у меня четыре лазурита, вот, я его добыл! Всё, теперь я делаю краситель, а зачем нам по два с тобой? Нам же один нужен! Блин, точно, не знаю! Теперь нам нужно с тобой добыть восемь, восемь железа, у меня четыре уже есть! У меня один... О, смотри, я просто добыл балыжник, и тут сразу железо! Ничего себе, тебе повезло, тебе повезло, я скажу! Так, четыре штуки у меня есть, нам нужно печь, а печь, а печь, а печь! Так, у меня три штуки есть, то есть нам не хватает всего одного кусочка железа, и мы с тобой станем полицейскими! Ну, вообще-то, нужно вначале переплавить, потом все дела, ну, короче, не всё так просто, Вася! Какой вальсер! Ну, типа Дима! Че? Я поставила печку, давай, шуруй сюда и ставь сюда свою штуку! Да всё, вставил, так! У Флосочки шиза, ребят, если что, но вы не обращайте внимания, да! Это у тебя шиза, у меня всё хорошо с моей психикой! Так, ты поставил туда восемь железа, верно? Да, тут уже десять плавятся, и держи, Флосочка, у меня для тебя подарочек! Откуда ты, сука, хлеба взял, это шо такое? Потому что я снабы щена, в отличие от некоторых, добываю! Иллюминаты, ребят, иллюминаты! Какие иллюминаты? Давай, забираю железо! В смысле, забираю, тут ещё не готово... Где? Чё там, железо ищешь? Ай, да су... Флоска, ну ты чё делаешь? Я чуть не помер! Чуть не помер или понял? Помер из-за тебя! В смысле, из-за тебя? Зато, смотри, зато у меня уже четыре железа, уху! Так, у меня три железа, скидывай мне у тебя пять, и мы можем скрафтить вот эти вот штучки! Уже? Ну-ка давай, а куда там краситель? Слева, справа какой нужен? Так, ну смотри, там, по-моему, нужно красный справа, а синий слева! О, да, полицейская звезда! Так, получаю! У-у-у, мне дали пончик, мне дали пон... А почему я круче, чем ты, выгляжу? Нифига себе, ты какой-то спецназовец! Подожди, поздравляю, вы создали звезду полицейского, теперь вы достойны работать полицейским! Держите вещи, которые вам понадобятся в вашей работе! Наручники! О, подожди, наручники, полицейская дубинка и пончики! Смотри, у полицейской дубинки восемь урона, ничего себе она козырная! И когда мы берем ее в руки, мы с тобой быстрые становимся! Стоп, полицейская дубинка, наручники, а что с наручниками делать, как они работают? И также нам дали бесконечный пончик, но их всего два штуки! Уже три! Куда пропал мой факю? А, я его поставила нечаянно, бывает, бывает, погодите-ка, все нормально, здравствуйте! Офигеть, Фласка! Так, ладно, погнали к шерифу, посмотрим, что он нам скажет, может, он нам какие-то задания даст! Я когда держу полицейскую дубинку в руках, у меня скорость 2 и сила 2! Ну-ка, дай попробую на тебе! Не надо, ты меня убьешь, у меня же брони нету! Ты думаешь? И вообще-то я тебе уже сказал, что с дубинкой в руках мы с тобой быстрее становимся! Погоди, мы все сделали, это выходит, нам нужно вернуться обратно! И отчитаться тому, дядьки, что, мол, у нас есть полицейская звезда, давайте нам задания! Почему ты стильнее, чем я выглядишь? Не знаю, может, потому что ты захотел стать обычным полицейским, а я захотела стать штурмовиком, что? Ты каким штурмовиком? Ты не в звездных... Ой, ладно, Фласечка! Все, погнали тогда в деревню к шерифу, будем с ним общаться! Блин, с дубинкой в руках бегать так классно, капец просто! Тур на перегонки, давай на перегонки, кто быстрее тут игручек, кто быстрее тут игручек, кто быстрее тут игручек! Фласка, не забывай, что у меня тоже есть дубинка! Я в дверь не могла протиснуться, а все, потому что у меня большая униформа! Да, у тебя такая же, как у меня, только шлем есть! Ничего подобного, так, погоди, а что это у меня тут кирка делает топор? А ну мне все не надо, теперь я полицейский, теперь я могу ловить воров и тебя тоже! Не, меня за что ловить? Так, подожди, давай с ним поговорим. Поздравляю, теперь вы стали настоящими полицейскими. Ну что ж, проверим вас для начала. Помните, я вам говорил о ворах, которые грабят местных жителей? Так вот, у вас есть наручники, которые помогут найти среди мирных жителей тех самых воров или виновов. Я тебе говорила, что теперь нам наручники пригодятся для того, чтобы найти вора, это ты. Подожди, а как найти вора и как выглядят воры вообще? Я так и знала, Скретчи, что это ты воровал мои мармеладки ночью. Я знала, что ты любитель мармеладок, а ну иди сюда. Да я мармеладки у тебя не воровал, да не дерись. Скретчи. Флазка. Я знаю, это ты, кто ворует мои мармеладки. Что это? Да ну дубинка его, дубинка, это грабитель какой-то. Какой грабитель? Что он тут делает? Откуда он здесь? Золотые зубы с него вылетели. О, дай мне, я как раз с твоей бабушки вставлю золотые зубы. Ты при чем тут бабушка моя? Какая твоя? Я про свою бабушку, алё. Так, ладно, давай с тобой искать жителей. Вот я вижу двух жителей, по-любому один из них это воришка. О, вы ошиблись, этот житель не вор, попробуйте поискать еще. В смысле, погоди, ты наверное что-то перепутал, ну-ка. Тут непонятно, кто вор, может вор вот этот тоже не вор. О, погоди, кто-то пишет, голем полицейский, моя защищать из жителей. А ты не удивился, что тут големы одеты как эти, как полицейские? Да я это вообще заметил еще в самом начале и спросил, почему они так выглядят. А я откуда знаю? Походу из-за того, что тут у нас появились полицейские жители и... И голем мы стали полицейскими автоматом. Ну, что это? Ты поймала вора? Спокойно, я, я же ничего не делала, он сзади меня, он походу хотел своровать у меня что-то. Ага, и из-за того, что у тебя в руках были наручники, ты его поймала. Ну-ка давай, сделай так же, сделай так же, сделай так же. Подожди, вы ошиблись, этот житель не вор, а кто здесь вор? О, поздравляем, вы поймали вора, вы спаситель этой деревни. Так, хорошо, теперь, скречи, предлагаю нам разделиться и найти всех воров в этой деревне. Давай, я еще одного нашел, я уже двух поймал. Так, где-то здесь я видела кого-то подозрительного жителя. Ласка, я уже трех воров поймал. Ммм, понятно. Если что, я заметил особенность, они без профессии, воры в основном без профессии. Так, тут два человека, ну-ка. Нет, ты меня обманула, необычный. Так, а вот этот второй, рядом с ним который. А что, рядом с ним, вот этот? Нет, это не они. Так, ладненько, давай посмотрим еще. По-любому здесь где-то еще есть воришки. Так, не знала, что ты меня обманешь. Я сказала, что если они обычные без профессии, значит, те, что надо, а то, что мы ищем. О, ну-ка, дядя, здравствуйте. Это был вор, прикинь, это мой второй вор в жизни, похвали меня, похвали меня. Молодец, флачка, а вот это вор интересно? Нет, вы ошиблись, этот житель тоже не вор, капец. Так, подожди, я вроде не вижу больше жителей, которых можно арестовать. Отверть закрывать твою кукурузину. Да, ничего страшного, они убегут, нормально все. Вообще-то страшно, теперь мы защитники этой деревни, мы должны думать о них, опачки. Походу кто-то из них. Да, походу кто-то из них, погнали. Фласка там вор, грабитель. А, да что они тут делают, я не понимаю. Капец, они сильные, нам бы с тобой броню какую-нибудь, нам ее не дали. Зубы моей бабушки, дай зубы для бабушки. И морковку, морковку дали. Ладно, морковку сам ешь, а зубы для бабушки я приберегу, а то у нее как раз все выпали. Слушай, на самом деле безумно круто, что нам дали с тобой бесконечный пончик, и мы можем кушать сколько захотим. Могу поспорить, Скрэч был бы рад, если бы ему дали бесконечную морковку. Да, я был бы больше рад, чем бесконечному пончику, но бесконечный пончик это тоже очень круто. Эх, ладно, погоди, мы, кажется, уже всех с тобой проверили, нет? Не, вот этих на крыше мы не проверили. Так, это не вор, может быть, вот этот? Вот он, был вор! Так, хорошо, ну вроде бы больше я никого не вижу, я вижу только там плохих этих, дядек. Ну, я с ним разберусь. Теперь вдруг это не вор, а обычный человек. А, хорошо, тогда свяжу. А ну иди сюда. Это был вор. О, это был вор, офигенно. Слушай, мне очень нравится быть полицейскими. Мы с тобой поймали, по-моему, всех воров в этой деревне, я больше ни одного не видел. Так, погоди, если мы всех воров поймали, то больше не будет квестов, никаких заданий. Может, нам еще задания на нашу дубинку дадут, потому что мы ей еще толком и не пользовались. Точно, например, сразу Gender Dragon, а я только за, быстрее, квест, быстрее, квест. Вы хорошо справляетесь, что скажете, если я поручу вам еще одно задание? Вознаграждение вы получите изумруды, благодаря которым сможете торговать с жителями. Нам надо подумать, ибо изумруды, скрэчи, нам вообще не нужны. Да в смысле, подожди, мы сможем торговаться с жителями и покупать какие-нибудь классные штуки. Ладно, хорошо, если дадите... Дядь, ты чего? Он обиделся, походу, дядь, ладно, мы будем с тобой сотрудничать, давай алмазы. Вообще-то изумруды, мы согласны. На отшибе деревни засела банда бандитов, сразитесь с ними и заберите украденные алмазы. У-у-у, походу, скрэчи, помнишь те самые бандюганы? Это, походу, бандиты те были, с которыми нам сейчас нужно сразиться. Походу, слушай, и дали задание вернуть похищенное, вернуть пять алмазов. Алмазы пять. А что, если мы их не вернем, а себе... Да, полоска, нас тогда уволят и посадят. Вы ничего не слышали, мы не будем так делать, скрэчи предлагаю вначале поспать, а потом пойти на миссию. Я, кстати, хотел тебе также предложить сначала подремать, потому что темно слишком, а потом уже идти. О, доброе утро. А может он вор, может он вор, может он вор... Не, не вор. Да успокойся ты, у тебя шиза уже. Да подожди, здесь может любой быть вором. Ну и что, да теперь повторно всех будешь проверять, нормально все. Нам же сказали, мы молодцы, деревню очистили, бла-бла-бла. Но все равно это же наше задание, мы должны всегда быть начеку. Там я видел, кстати, одного дяденьку, похожего на грабителя. На отшибе деревни, правильно, нам сюда, ты что, не знаешь где... Да я тебя подтолкнул, чтобы ты быстрее... Давай, я тебя подтолкну, давай, давай, беги, беги, скретчи. Фласка, я тебе сейчас это, скажу, что ты плохо выполняешь работу и тебя уволят. А, то есть ты решил своего напарника подставить, ну все понятно. В наручники тебя, а ну быстро сюда подставим. А, скретчи, помоги мне. Да он на меня напал, ты мне помоги. Да я тебе помогаю уже, аккуратно, меня не задень. Что-то какой-то живучий. Я туда не спущусь, я не собираюсь падать, мне и тут нормально. Так, все, ладно, погнали. Ой, их там как-то, слышь, многовато, надо бесконечных пончиков поесть. Они уже на тебя бегут. Ну-ка, смотришь, я спасу тебя. Блин, они довольно-таки сильные, да не скидывай их вниз, главное. Да это ты их скидываешь, я вообще не хотела их туда скидывать. Вот ты такой умный, да, вот ты такой умный, вот поговори мне тут еще. Так, бесконечные пончики, не забывай кушкать. Ну что их так много-то, Фласка, ой-ей-ей. Внесапная атака. Давай, главное осторожно не помереть. Блин, они какие-то очень бронированные и живучие, или дубинка такая бракованная. Фласка, с него выпала книжка какая-то. Ой, погоди, там еще походу банда бежит. Книжка тут, короче, а, ну ладно, в принципе, давай вначале разберемся. Да, нужно со всеми разобраться, потому что они же могут из-под тяжка подойти и убить. О, подожди, здесь дом какой-то с динамитом внутри, это что значит? Погоди, он заминирован, подальше от него отойди, не подходи туда. Возможно, нам шериф скажет, что с ним делать. И, кстати, тут была книга, давай же прочитаем, что тут написано. О, давай. Смотри, здесь написано, босс, мы ограбили то место, о котором вы нам говорили, но в деревне появились какие-то новые полицейские. Нам кажется, они что-то знают о нас. Это про нас, это про нас, это про нас. Ты думаешь, это про нас? Ну, потому что мы новые полицейские в деревне. Вообще, по факту, полицейские в деревне, это что-то новое. Так, ладно, но мы надежно спрятали клад под нашей базой. Это, походу, идет речь этих алмазов, которые мы должны найти. Точняк, а где их база? Тут только этот дом с динамитом, я туда не пойду. Может, это, это, может, они нас так обхитрит решили и типа динамит туда заложили? Так как мы с тобой полицейские, мы ничего не боимся. Берем кирку скречи и пойдем раскапывать. Так, кирка есть, наручники есть, дубинка есть, мы защищены. Так, и как, ты хочешь прям вкопаться сюда? Ой, это очень ценный для меня ресурс, все, 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 мне, спасибо. У, 29 штук. Так, и подожди, где здесь алмазы? Может быть, где-то в полу? Может быть, кстати, подожди, давай попробуем выкопать, только у меня топора нет. У меня топор есть, не то что у тебя. Смотри, тут есть еще. О, о, сундук. Ой, я вниз упала. Так, ладно, сейчас выкупаю, погоди. О, алмазы. Алмаз, так, погоди, тебе пять и мне пять надо. Я забрал пять, и изумруды давай заберем, чтобы вернуть их. Я возьму три, бери два. А, то есть мне меньше, вот так вот ты меня любишь. Так, ну ладно тебе, изумруды. Плазчик, у меня для тебя подарок. Так, что это такое? Я только что хотела сказать, нам надо убрать все улики. Давай подрывай. Бежим, бежим. Мне кажется, нас за это уволят. Да почему, это же все равно база этих бандитов, не должны нас за это уволить, все нормально. Ну так же верно. Все, давай быстрее отнесем эти алмазы шерифу, господи, и посмотрим, что он нам скажет. О, да. Главное, держи дубинку в руках, чтобы быстрее быть. Я быстрее, я быстрее. Да ты надоел первый заходить. Да ты еще стояла в двери, булки мяла. Я пончик мяла. Так, шериф, держите. О, мне дали, у меня тринадцатый уровень. У меня двенадцатый. Погоди, еще алмаз, у меня пятнадцать алмазов, это наша зарплата, что ли? Это изумруды. Ну, мне десять дали, он же говорил, что даст нам изумруды, чтобы мы могли торговаться с жителями. Погоди, ну, наверное, больше никакого квестика, у него больше нет никакого квестика, походу, он не тыкается. Ну, слушай, мне очень понравилось быть полицейскими, и это реально круто. И если вы хотите больше роликов по различным профессиям, то обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, кем нам еще стать. А на этом, я думаю, можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Фасочка из Крыш, всем удачи, пока-пока. Пока-пока. Дубинкой по башке.